сейчас мы с вами ребята приняемся за ногу для этого нам надо и так 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 вот я поставил и теперь по оси x такая примерно у нас будет нога вот такая отлично далее по z так где-то пока пока так и давайте мы ее заведем за наш этот то есть я хочу продвинуть ее это г по у так раз вот сюда чтобы мне было видно как выбирать вырезать ну а далее все вроде как просто сейчас я подниму еще наверху а зато допустим вот тогда и если я сейчас возьму так что я возьму я возьму сейчас возьму просто-напросто обычный примитивчик называется он цилиндр переверну его по x так на 90 градусов уменьшить естественно посмотрим вот отсюда то есть вы понимаете что я хочу сделать да я сейчас возьму подгоню вот этот чтобы сделать вырез в ноге так еще раз побольше чуть-чуть вот так и пускай так будет так хорошо отлично теперь это вот так смотрим до из этого нет не так то есть наша задача вот это взять потом показать что тут из этого на вот показываем что из этого плана дифференс вот это то что можно нам было и теперь мы просто экструдируем это делать да и все идем видит экструд и экструдера по по иксу нет неправильно не по иксу а по игреку экструдера по игреку вот такую ногу мы сделаем да вот такую ногу мы сделаем и если нам удастся еще то мы ее сейчас и попробуем бэвел в ней добавить ну чтобы она не была такая острая совершенно да так сюда пойдем где у нас у меня угара у него ограничены и вот здесь острые углы поэтому не сможет до конца сделать это был ничего на не надо не сильно и хотели теперь делаем следующие на Нам осталось совсем немного. Мы возьмем, пойдем сюда, выберем его, ногу, и ее подвинем по оси Y вот сюда. Чуть-чуть мы не рассчитали. Так, немножко не рассчитали, да? Как бы, что, получилось, нога прямо здесь. А, и, как бы, ну-ка, мы можем сделать следующее. Мы можем, если сказать, и по оси Y еще их подправить немножко. Ну, скажем, вот так, да? А интересно, почему он не выбрал все? Ну что ж, ребята, пора нам с нашим роботом уже и заканчивать, я думаю. Пора настала, да? Нам осталось-то, в общем-то, всего ничего. Это поставить вот сюда, в эту щель. Сейчас, секундочку. Мы поставим сейчас меш, куб. Вот он он. Сразу же его подгоним по нужным нам параметрам. Так, это так. Далее в G мы его передвинем. Так. И теперь еще мы его сузим по X, наверное. Вот так, где-то вот так даже сузим. Ага, хорошо. Вот так. И теперь нам надо еще его по оси Y сделать узким. Вот так, чтобы он у нас поместился прямо вот сюда. Тоже поедем. Так. И по Z вниз. Так, смотрим. Ну, в принципе, оправданно. Все хорошо. Единственное, что надо поднять, естественно. И увеличить по Z. Это однозначно. Вот так. И по Y тоже чуть-чуть разминуть. Вот так. Вот мы видим, что у нас теперь все нормально. Так, встала нога. Все встало. Так. Я думаю, что на этом можно было бы и закончить, в принципе. То есть, вы понимаете, что я сейчас просто выберу это все. Я сделаю копию, поставлю на место и все. Сейчас я так и сделаю. Я уберу сейчас вот этот коп. Где он у меня? Тело. Да? Чтобы она не мешала. Так. И сделаю. Так, я думал. Все выделилось. Я думаю, что все. Нет, надо нажать этот и выделить. Тогда будет все. И мы сейчас просто продублируем это, ребят. D. И сдвинем G по оси Y. Вот так. Так. И это может быть даже побольше сдвинуть. G по оси Y. Немножечко побольше. Надо расстояние оставить, потому что там уже у нас еще тельце. Это наше. Вот она. Раз. Стала. В принципе, готова. Вот она. Какой. Такой простой. Сейчас я посмотрю. Может быть, тут еще что-то надо добавить. Ну, во-первых, руку надо вернуть. И вернуть, да? А руку надо вернуть. Где она у нас? Не вижу. Руки не вижу. Вот он. Вот. Все. Вот так он выглядит у нас. Так. Ну-ка. Нет, так-то. Без материалов-то, конечно, он совсем потерялся. Что там говорить? Тем более, что освещения нет, да? Угу. Давайте поставим на всякий случай. Так вот. Где у нас тут лампочки? Солнце поставить. Ну, просто чтобы посмотреть пока. То есть, он у нас готовый, ребят. Он у нас готовый. Теперь останется настроить свет, бросить на него текстурки. И все. И можно выставлять. Довольно неплохой. Ну, я сейчас так и сделаю. Я покрашу. Покажу вам потом. Стоп. То есть, сейчас я текстурками это дело набью. Ну, для вас это не новость. Поэтому. Зарендерю и получится у меня такой веселый, смешной робот. Ну, на этом я, наверное, пока закончил. В следующий раз мы сделаем что-нибудь посложнее, наверное, еще. А до этого пока. Так. Сейчас я себе сделаю туториальчик. Записульчик такой, ребята. Потому что без этого, как бы, мне сложно. И вот клонирование, размножение и так далее. То есть, меня сильно интересует. Мы это будем делать в сложном роботе, когда будем делать подшипники. Вот. Поэтому я сейчас сделаю себе просто записульку. Такую. Я хочу сейчас сделать вот, что я возьму теперь циркл. Ой, не циркл, а вот эту сферу. Хорошо. И тут же сделаю еще в коре вот циркл вот такой. И, конечно, увеличиваю его очень сильно. Вот так. Ожерелье такое мы сейчас с вами сделаем. Так. Ок. Теперь выделяем эту штуку и идем в Array. Видим, что у нас по оси уже сделался. Давайте сделаем побольше немножко этих. Хорошо. Далее добавляем сюда еще один модификатор. Вот здесь в объекте выделяем, что это вот этот у нас. И он автоматом стал. Да. И теперь мы можем, конечно же, раздвигать. Вот так. Допустим, да. Или делать вплотную. То есть это вот регулируется. И, в принципе, вот жерелье готово. Буквально очень быстро. И сейчас мы ее запишем. Так. То есть в 3D вот нажали сюда, взяли экструд и делаем экструд. Теперь правую кнопку мыши превращаем в мышь. Мышь с мышами единственное, да, работаем в эдитер. Выделяем, к примеру, с помощью альта зажатого и говорим F. Все, она закрыла ее. Прекрасно. Далее мы можем сделать следующее. Мы можем просто нажать E. Вот так сделать ее. И E. И получить вот такой цилиндр. Не заходя больше никуда. То есть точно так же будет работать, если я сделаю какую-нибудь гусеницу и захочу сделать вот такой объем. Гораздо быстрее все это получится. То есть вы поняли, ребята, что моя ошибка была в первых вот перед этим видео, что я не нашел в этой корве, да, я не нашел, что можно ее в 3D поднимать, экструдировать, да. Сейчас я это обнаружил, вернее, мне подсказали, а не обнаружил, а ничего, самое, я долго к этому стремился, но никак не это не сказали. То есть вот видите, и можем, допустим, мы такие вещи уже, естественно, в объект мод пошел. Берешь скалирование, пошел любые формы делать такие вот, допустим, те же самые игрушечные гусеницы и все, что хочешь, да. То есть век живи, век учись, поэтому, ребят, не расстраивайтесь, вы-то получили там, хоть и самодельный, но все равно способ, да. Вот, но лучше пользоваться этим, естественно. Ну, на этом я с вами попрощаюсь. Теперь надо доделать уже робота до конца.